Трансформация начинается с понимания, а зачем ее делать? Чем отличается работа в правительстве от бизнесов? Кризисы, проблемы, нужно искать какие-то решения. Какие мегатренды этого десятилетия? Электронные деньги это про отсутствие коррупции. Автоматизация первая уберет не самых умных людей. Что такое самое удобное государство в мире? Поздравляем вас, у вас родился ребенок. И улетать в какие-то другие меры. Привет, дорогие друзья, это Новый Федерий Влог. И мы прямо сейчас с вами идем по этому, я бы сказал, государственной важности ковру. Потому что мы находимся с вами в кабинете министров Украины. И вот в этих вот суперконсервативных стенах мы будем говорить о чем-то очень инновационном. О цифровой трансформации. О том, что вы, как руководитель, создатель или сотрудник компании, можете сделать для того, чтобы просто не пропустить 21 век и оставаться конкурентным даже в метавселенной. КОНЕЦ Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины. Самый молодой министр в истории Украины. Вместе с командой запустил ряд сервисов и проектов, способствующих цифровизации. Сервис государственных услуг ДИЯ. Е-Малятко. Проект ДИЯ цифровое образование. Платформа ДИЯ бизнес. Законопроекты ДИЯ Сити и Е-Резиденс. Я так понимаю, что вот в эту субботу президент подписал закон по поводу ДИЯ Сити. Я слышал, что многие рады, но не понимают, нужно ли туда переезжать, кого туда берут, кого не берут, если ты занимаешься более или менее обычным бизнесом. Предприниматели должны понимать про ДИЯ Сити как проект. ДИЯ Сити – это налоговая система специальная для технологических компаний. Мы створюем виртуальную бизнес-краину с гнучкими условиями. Это лучшая податковая система у света и современный правовый режим. Резидентство у ДИЯ Сити добровольное. Лише вы принимаете решение про участь. ДИЯ Сити спрощует, а не ускладывает. Если ее сравнивать с обычной налоговой системой, которая сегодня действует в Украине, в 5 раз снижает налоги для технологических компаний. В 5 раз? Если их платить в белую, снижает в 5 раз, да. Поэтому это одни из лучших условий в мире вообще для компаний. Мы каждую неделю получаем много разных обращений от компаний со всего мира касательно ДИЯ Сити. Им это интересно. Это тот продукт, который можно продавать миру. И это как бы та возможность показать вообще нашей всей стране, что может быть с экономикой, с определенной сферой, если ее дерегулировать, если снизить налоги, если дать свободу предпринимателям, что может происходить, какое чудо может происходить в этой сфере. И я надеюсь, я даже уверен, что у нас это получится сделать уже в следующем году. Какие главные критерии говорят о том, что компания должна переносить свои операции в ДИЯ Сити? Да, есть определенные виды деятельности. Это компании, которые занимаются деятельностью, связанной с ДИЯ Сити, это ИТ-компании, это компании, которые занимаются аутсорсингом, это компании, которые создают продукт в сфере информационных технологий. Они должны иметь минимум 9 человек для того, чтобы их компания инкорпорировалась в ДИЯ Сити. У них должна быть заработная плата определенная, средняя, там 1200-1400 евро. В принципе, 90% их выручки должны быть связаны с деятельностью, которая связана с технологиями. То есть критерии очень простые, нет никаких проверяющих органов. Компания просто идет к аудиторской компании 3-го и 4-го уровня аккредитации, получает документы о том, что она подходит по критериям для входа в ДИЯ Сити. То есть максимальная дирегуляция на всех этапах. И все, она подает заявку онлайн очень простую. В январе откроем уже возможность подавать заявку и можно будет вступить. И вот ДИЯ Сити это один из элементов всей системы, потому что параллельно мы реформируем IT-образование. Параллельно мы запустили фонд стартапов и сейчас создаем фонд фондов. Это фонд, который будет помогать фондам инвестировать в стартапы. Вы захотите создать фонд вечерный? Уже захотели, уже создаем. Этот фонд фондов сможет удвоить ваши инвестиции в этом фонде для того, чтобы вы могли больше инвестировать. Это показывает, что смотрите. А когда фонд фонда заработает? В следующем году уже. Я думаю в марте, в апреле, то есть с следующего года уже начнется бюджетная программа, можно будет это реализовывать. Мы сейчас как раз тоже как раз делаем фонды, он как раз к марту должен быть готов подвеститься ванный фонд, в том числе ВИДИЯ. Ну круто же, когда государство говорит, смотрите, вы предприниматели, вы основа экономики нашей страны. То, что вы создаете фонды, инвестируете в молодых ребят, в стартапы, вы просто невероятные. А найдите вам такую же самую сумму, которую вы вложили в этот фонд, чтобы вы смогли проинвестировать больше денег в стартап, взять больше долю, где вам это необходимо и тем самым государство показывает, что мы это наша политика, мы этого хотим делать, только создавайте фонды. И еще один проект важный, который в следующем году запустится, отдельный фонд, который будет оплачивать 50% обучения людей в онлайн обучении в IT-специальностях. А в ДИИ для потребителей какие главные продукты, вызов на 2022 год? Мы сейчас добиваем монстра так называемой смены места регистрации, прописка. Мы вообще максимально либерализировали эту услугу, убрали там много тупых бесполезных этапов, упростили сильно ее. Сейчас у нас бета-тестирование. В следующем году она заработает полную мощь по всей стране, то есть сменить место регистрации можно будет в несколько кликов. Мы запускаем социальные услуги, пенсионные, связанные с субсидией. В следующем году строительные заканчиваем, цикл всех строительных услуг, которые есть, то есть ввести в эксплуатацию. Сообщить, что ты там начинаешь что-то в стройку. Это уже можно онлайн будет, но там есть некоторые подуслуги, которые мы запустим в следующем году. Продолжим мы налоговые услуги запускать. Ну то есть у нас есть четкий план по всем сферам. А когда можно будет сказать, что там 100% услуг вызывано? Да, у нас есть четкая цель до конца 2023 года цифровать 100% государственных услуг, перевести их в онлайн. И внедрить такой принцип, если услуга не будет онлайн, она не сможет функционировать оффлайн. Мы находимся в рамках квантового перехода человечества от аналогового прошлого в цифровое. Если вам удается за фактически два года повернуть такую махину и в рамках нее проводить большие цифровые реформы, наверняка эти принципы можно применить и для более маленького бизнеса, в котором всего 30 тысяч человек, или всего 5 тысяч человек, или всего 500, или всего 70, или всего 15. Как вам кажется, что самое главное должен учитывать в своих действиях руководитель, когда говорит о цифровой трансформации? Наверное, самое главное это иметь понимание, зачем ее делать, вообще трансформацию происходить. У нас, например, в министерстве сразу появилась большая миссия определенная. Мы хочем построить самое удобное в мире государство с точки зрения государственных услуг. Когда мы говорим, что такое самое удобное государство в мире, это где можно услуги получить в несколько кликов, где есть интернет везде, где люди умеют пользоваться технологиями, и есть бизнес, который позволяет все время генерировать новые продукты, быстрые, цифровые. Таким образом, наверное, трансформация начинается с понимания, а зачем ее делать, а какая цель. Сперва понимание, а какой я продукт создаю, какую проблему он решает, то есть большую идею своего продукта. После этого понимание, каких я должен целей достичь для того, чтобы эта миссия была реализована, и потом организационная структура, которая позволит это реализовать. То есть миссия по цели, орг структура по цели. Да, и, наверное, последний этап очень важный является регулярный менеджмент. Как работает у вас регулярный менеджмент? Да, то есть есть ключевые продукты, ключевые направления, по которым я каждую неделю или раз в две недели регулярно встречаюсь в одно и то же время. Регулярный менеджмент, без него сложно пройти путь трансформации. То есть у бизнеса должен появиться CDTO, Chief Digital Transformation Officer, в каждой организации. Он есть у нас в каждом министерстве и на уровне областных администраций мы постепенно внедряем. Но он должен появиться в каждой компании. Это очень важно. Человек, на который вы будете опираться, который будет реализовывать стратегию цифровой трансформации. Как найти такого человека? Сколько он стоит? И какие к нему предъявлять критерии? И какие задачи руководитель должен ему поставить? Наверное, ключевое, он должен ознакомиться с вашей бизнес-моделью, спецификой вашего бизнеса, с процессами внутренними и предложить путь, как он может с помощью технологий и своих навыков в менеджменте. Это очень важно. То есть это не традиционный айтишник, который просто знает технологии или умеет кодить. Как он может с помощью технологий и навыков менеджмента трансформировать вашу компанию? Чем отличается работа в правительстве от бизнеса? В том, что в правительстве ты, помимо того, что у тебя есть конкретные цели, постоянно много факторов, на которые нужно реагировать. Постоянные кризисы, проблемы, нужно искать какие-то решения. Вот, например, там... Вы не поверите, в бизнесе тоже. Да, но в бизнесе вы можете решить, что это направление вы отсекаете и им не занимаетесь. Вы не реагируете на эту проблему, вы просто не занимаетесь этим продуктом. Потому что это ваше решение как собственника. В правительстве вы чаще всего не можете этого сделать. Если сейчас аналоговый руководитель, ну вот я аналоговый в целом, да, сомневаюсь, ну хорошо, будем считать, что я аналоговый, да, по сравнению с вами точно аналоговый, хочу понять, какие мегатренды этого десятилетия, да, то есть вот, которая начинается, что я должен учитывать в работе, если я, например, занимаюсь ритейлом или недвижимостью или едой, да, то есть какими-то вещами, но на первый взгляд не такими цифровыми, да, Какие главные технологии давят и заставляют компании меняться? Это максимальная автоматизация, наверное, я начну от того, что мы используем, до как бы наиболее футуристического, да, да, да Ты смотришь на те процессы, которые есть у тебя в организации, те процессы, которые выполняет человек, и если это возможно, заменить человека технологией, ты просто это делаешь Просто свежий кейс, который, я думаю, многие зрители тоже воспользуются этим кейсом Когда ты там делаешь 4-5 кликов, многие банки даже сразу же тебе деньги перечисляют, то есть автоматизация полная вообще, ты там буквально за 7-8 секунд можешь получить услугу, которая на самом деле на бэке мега сложная Идет авторизация тебя, ты точно ли тебе 18, ты гражданин, есть ли у тебя там 2 ковидных сертификата, есть ли у тебя виртуальная карта, там попадаешь ты под какие-то еще остальные критерии Сразу же перечисляются деньги, то есть все происходит мгновенно, по факту вот автоматизация, она позволяет экономить время и делает услуги удобными И то, что вот я общался тоже с разными инженерами, они говорят, что автоматизация первая уберет не самых умных людей Люди, которые делают не самую сложную работу, исчезнут первыми Да, вот если на простом языке, даже внедрение CRM-системы на первом этапе, это все равно, это первый процесс автоматизации, без которого уже сложно развиваться Но бизнесы как-то умудряются без этого развиваться Вот приведу пример, я недавно заказывал ребенку шкафчик небольшой, чтобы сделали у мебельной компании Просто нагуглил ее в интернете, оставил заявку, они там сразу не отреагировали, потому что это был вечер Я не получил как бы уже этого мгновенного сервиса Я у них сделал заказ и через неделю я решил спросить, а когда же он будет произведен, потому что мне не сказали сроки Оказалось, что они потеряли мою заявку, и они сказали, что они вот только пытаются внедрить CRM-систему, и поэтому у них все еще не идеально И как бы я там уже слишком долго ожидаю этот заказ, потому что нет простого элемента автоматизации И вот следующий, который мы тоже замечаем в рамках нашей деятельности, это проактивные услуги Что такое проактивные услуги? Это вот как раз здесь можно по-разному предоставлять эти услуги Это когда ты знаешь уже у потребителя достаточной информации для того, чтобы предложить ему услугу до того, как он понял, что эта услуга ему необходима Если мы говорим об электронном правительстве или цифровом государстве, то есть такой раздел услуги по жизненным ситуациям Например, у тебя рождается ребенок, ты уже можешь получить смс, например, мы сейчас к этому стремимся Мы автоматизировали остальной процесс и стремимся к тому, чтобы отправлять смс, что поздравляем вас, у вас родился ребенок, впишите его имя, вписываешь имя, и начинается процесс регистрации То есть услуга достаточно такая проактивная А как государство узнает, что ребенок родился? Когда человек попадает в роддом, уже есть определенная информация в медицинском реестре, что ты здесь находишься И когда у тебя принимают роды, уже сразу же фиксируется факт, что у тебя родился ребенок Она электронная или нет? Сейчас уже электронная в рамках услуги Емалятка Сейчас мы уже 89% детей, которые рождаются в Украине, зарегистрированы через сервис Емалятка То есть одно онлайн заявление и полностью по всем органам побежали данные, человеку никуда не нужно ходить Все происходит автоматически Но круто же, если бы девушка родила ребенка, а ей уже пришло проактивное сообщение или ее мужу о том, что поздравляем, у вас родился ребенок, его так-то зовут или пишите его имя И начать прямо оттуда уже сразу заполнять это заявление Хочу вернуться на секунду к мегатрендам Насколько, как вам кажется, в ближайшее время в мире возможен отказ от наличных денег? Я вижу, что все к этому, в принципе, идет Я не думаю, что это произойдет в ближайшие года Электронные деньги это про отсутствие коррупции Ведь вся коррупция она в кэше Как вы думаете, вот кэшлесс, это перспектива какого времени? Я думаю, это перспектива лет 10 10 лет в мире? Да, в мире, да, мы видим, как виртуальные активы развиваются Вот недавно Мировой банк вышел с разъяснением, что все-таки правительство нужно принимать законы про виртуальные активы Потому что виртуальных активов, виртуальных денег в том или ином виде становится все больше И невозможно уже этого не замечать Мета-вселенная Насколько сейчас для вас это путеводная звезда? Или это просто красивые слова? То, что цифровизация становится виртуализацией И то, что фокус людей Потому что мне очень понравился, не помню, читал кого-то пост Что многие говорят про мета-вселенную как про что-то очень далекое Но на самом деле, если вы посмотрите свой личный скринтайм То вы убедитесь, что он очень сильно подбирается Или перешагнул через половину вашего времени, когда вы не спите То есть если у вас скринтайм 7-8 часов Минус 8 часов на сон, минус пару часов на душ И там прием пищи, все Ваш фокус уже не в реальном мире, а вот в том мире Как мета влияет не как компания, а как философия На то, что происходит в ДИИ То, что происходит в Министерстве цифровой трансформации И насколько руководители должны думать о мете сейчас То, конечно же, нужно искать возможности Как найти своего клиента в этой новой реальности И как заложить сейчас уже основу для того, чтобы потом не пропустить этот технологический тренд Девелоперы должны это уже учитывать Что если раньше в квартирах обязательно был туалет То сейчас, скорее всего, это будет такая комнатка Где-то полтора на полтора метра Где ты можешь вот так вот расставить руки Где у тебя будет хорошее кондиционирование Где будут мягкие стены, в которые ты можешь не удариться Куда ты будешь уходить? Закрывать дверь, чтобы тебя никто не отвлекал Ни дети, ни собаки Одевать свой шлем и улетать в какие-то другие миры Надеюсь, что люди будут нам благодарны Здравствуйте, меня зовут Михаил Федоров Create whatever Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!